До праздника Дня Победы чуть меньше месяца, но поздравления ветераны принимают уже сейчас. Дорогие ветераны, живите долго-долго. Вы нам очень-очень нужны. Вы именно те, кто осуществляет связь времен и поколений. Они сражались за Родину, не думая об отдыхе, работали не уставая. Теперь отдыхать им просто необходимо. Каждого, кто вернулся домой живым, не обошли ранения. Некоторые стали инвалидами войны. Многие из этих ветеранов впервые оказались в санатории и с нетерпением ждут реабилитационного лечения. Хотела бы поздоровиться немного, пожить еще, посмотреть, как хорошо живет она. Первый этаж санатория на две недели полностью в распоряжении ветеранов. Вместо ключей – пластиковая карта. Правда, Борису Николаевичу новые технологии освоить было непросто. Это электронный ключик. Смотрите, вот так вот делаем. И все открывается. Супруга Мулановым на двоих 160 лет. Оба ветераны труда. Она покорила его своей красотой, а он был завидным женихом-шахтером на гидростанции, одной из лучших в Советском Союзе. Работа по колено в воде отразилась на суставах. Ветерану тяжело ходить. Стали подводить ноги. Ноги очень болят у меня. Просто иду, иду, падаю. Супруга о болезнях говорить не любит. Зато о счастливой семейной жизни не скрывает. Мы друг друга очень уважаем. Стараемся друг друга не обидеть, потому что нам уже ха-ха сколько лет. Сотрудники пансионата в эти дни будут особенно внимательны к нуждам ветеранов. Всем предстоит пройти осмотр у врача. У Вениамина Куприяныча была операция на сердце. Теперь он живет с кардиостимулятором и следит за давлением ему жизненно необходимым. Давление высоковато? 150. Сколько лет вам? 86. Как высоковато? 150, если вы 130, у вас нормально, а сейчас у вас 150. Ну, завтра будет нормально. Во время войны Вениамину Куприянычу было 17 лет. С боевыми товарищами ликвидировал банду Степана Бандера. По словам ветеранов, в послевоенное время он мечтал накормить всех сельчан и стал выращивать хлеб. Сейчас мечтаю, чтобы так жизнь, как сейчас продолжалась, чтобы не было вот этих споров и войны. К 1 мая лечение закончится, но такие добрые дела в санатории обещали ежегодно продолжать. Елена Шамбера, Ман Карпов, Игорь Кушаков, Анапа. Регион.